Ambilight на Android TV. Так часто меня просили сделать эту фишку. Если вы хотите, чтобы у вас телевизор выглядел так, как он выглядит теперь у меня, то смотрите этот выпуск. Поехали! Начинаем традиционно с Алиэкспресс. Действительно, Ambilight можно установить на любой Android TV девайс, на любой телевизор и даже на компьютер. Итак, сколько же это стоит? Я советую рассматривать ленты 60 диодов на метр. И при этом я вам сейчас объясню, какой размер этой ленты необходим для каждого из телевизоров. Итак, я использовал 4-метровую ленту. Это подходит для телевизоров 50-55 дюймов. Хотя, в принципе, вы там можете регулировать количество используемых диодов. Поэтому берите с запасом, не ошибетесь. С европейской вилкой он обошелся в 34 доллара при доставке из Китая. Ко мне пришла вот такая вот коробочка. Работает он, видите, давайте мы сейчас разберем, как они здесь пишут. Работает только на Android TV. Samsung, LG не относятся к операционной системе Android. И какое программное обеспечение? Для Windows это MB Box. Raspberry Pi есть для OpenEleco или LibreEleco, Hyperion. И для Android TV и TV Box. Кроме бренда Xiaomi. Вот здесь вот мы, кстати, сейчас остановимся. Приложение Ambient Lite для Android. Платное программное обеспечение, которое стоит 3 доллара. Что у нас содержится в коробке, мы с вами посмотрим потом на распаковке. Все обязательно покажу. Покажу схему подключения. И здесь у нас вот такой вот момент, что вот 4-х метровая лента это от 43 до 60 дюймов. 3-х метровая 32 до 40 дюймов. До 43 на 2. На телевизорах меньше 32 дюйма я вообще не вижу этого смысла делать. Ну разве что для мониторов. То это вам нужна 2-х метровая лента. И для меньше чем 22 дюйма 1 метровая. Для телевизоров до 80 дюймов подходит 5-ти метровая лента. Здесь даже показана схема крепления. Вроде бы вот так вот по кругу. Ну вернее не по кругу, а по 3-м периметру. Вернее по периметру с 3-х сторон мы сделали с 4-х. Вот как здесь написано. С 4-х стороннее крепление. А вот теперь я вам расскажу о плюсах и минусах данной системы. Если вы думаете, что купив такую штуку на TV-бокс с IM-Logic процессором. И вы получите полноценный Ambilight. Не надейтесь. Работать он там не будет. Вернее он будет работать только лишь в играх. И возможно в некоторых приложениях IPTV. Не более не менее. Все это связано с тем, что IM-Logic процессор при аппаратном декодировании видео. Создает определенный лейер или фрейм. Или отдельное окно. В общем-то. То есть каким образом реализована технология. И она захватывает видео захватом определенные точки на вашем экране. Определенный фрейм. И подстраивает под это ваш Ambilight. Так вот на IM-Logic этого сделать невозможно. И именно при аппаратном декодировании у вас не будет работать Ambilight. Мы это все тоже покажем в обзоре. Единственное, что у вас там будет работать это игры. Да, вы можете поставить софтварный, вернее вы можете поставить программный режим декодирования. Тоже это покажу, отдельно расскажу. Но это тоже вам не поможет. Потому что все будет абсолютно сильно лагать, тормозить. И большие видео просмотреть вы не сможете. С Ambilight. Вы единственное на IM-Logic процессорах сможете это использовать как фоновую подсветку. Работает это полноценно на MTK процессорах, на NVIDIA SHELD TV. Самое интересное, на ROG чипах и на All-Inner тоже это срабатывает. Но не на всех прошивках. Также это прекрасно работает на компе. На IM-Logic мы покажем, как это работает в играх. Это грандиозно, это красиво. А вот на компе это срабатывает во всех приложениях, во всех играх. И вот такая вот дилемма у нас получилась. То есть это абсолютная правда. Никто из обзорщиков не показывает, что это не работает ни в YouTube, ни в торрентах, ни в просмотре фильма жесткого диска. Именно на IM-Logic процессора. Так что мы вот такую вот коробочку сейчас с Ambilight берем. Идем с вами распаковываем. Но ссылочка на этот Ambilight лежит в описании под видео. Как на саму программу, так и на драйвер для ВНДИ, так и очень много всего интересного. Там в принципе и смарт-ТВ боксы есть очень полезные. А да, еще забыл сказать. Дело в том, что в описании к этому товару было написано, что не работает в YouTube. Не работает там еще в каких-то приложениях. Так вот на MTK процессорах, например, в YouTube работает. Как и на NVIDIA SHELD TV 2019 года мы пробовали тоже работает. В общем-то, ребят, дождитесь изюме, чтобы узнать, стоит покупать это чудо или не стоит. Ну, а мы говорим вам халабанга, ребята. Это же Бубульгом. Поехали. Что у нас в комплекте? Очень интересно. Есть у нас блок питания. Очень похож на ноутбучный. Есть кабель для блока питания. Можем сразу, скажем так, собирать этот весь комплект. То есть, просто-напросто включается. Таким образом. Убираем защелочки. Дальше у нас есть сам контроллер. Конечно же, нам понадобится смарт-ТВ бокс. В контроллере есть разъем USB. Для этого у нас есть вот такой вот кабель. Включается это все просто-напросто в разъем. Включается в ТВ бокс. Есть у нас некоторые показывают на YouTube, что необходимо включать вот таким вот образом. Ни в коем случае. Здесь написано, что это данные. Поэтому немножечко включается по-другому. И, само собой, лента. 4 метра. Брал из расчета на 55-ку. Никакой инструкции, кстати, у меня не было. И включается таким образом. То есть, после установки самих диодов, мы с вами посмотрим. Включается питание сюда. А второй, вот этот вот дата-кабель. Дата-кабель. Кстати, мы можем вытащить. Если уж все равно, будем сейчас ассемблить это все дело. Вот. Вот таким вот образом. Питание включается сюда. Второй конец включается в контроллер. И выглядит вот так вот. Теперь это включается в приставку. И все у нас, в принципе, эта штука в розетку. И все у нас готово. Поэтому давайте, наверное, сейчас будем это все вставить на телевизор. Начинаем это все проклеивать с правого нижнего угла. Обязательно. И дальше идем по периметру. То есть, мы с вами должны обойти весь периметр. И закончить правым нижним углом. Излишки ленты этой можно либо обрезать, либо просто-напросто подклеить сюда. И уже в самих настройках выставить, что будет и как работать. Так. Диоды мы с вами проклеили. Сейчас мы делаем все так, чтобы оно капитально прилипло. То есть, по периметру. Вроде бы все ровненько и красивенько. Здесь у нас небольшое отставание. Проклеиваем руками. То же самое по низу. А знаете, какой у меня факап? У меня здесь вот такая вот нога. И мне пришлось обходить эти диоды, по сути, через низ. Но это я пока оставлю временное решение. Мы потом настроим. И я, наверное, буду их пропускать под ногой. Как-то или не под ногой. Я просто-напросто обрежу и пропаяю. Но это ладно. Временное решение. Нам необходимо посмотреть, как их настроить и как их правильно сделать. Проклеиваем. И свободный конец я просто завесил сюда. Таким вот образом. Чтобы они не будут работать. Мы их отсечем количество в самой программе. После того, как мы установили, нам необходимо посчитать количество диодов по вертикали и горизонтали. Для того, чтобы правильно их указать в программе. Давайте устанавливать телевизор на место. Итак, первым делом мы включаем и настраиваем наш так называемый Ambilight. Начнем мы это все делать на Amazon Firestick. И я объясню, почему на Amazon. Ну, для начала давайте поехали. Для установки нам понадобится приложение Android Ambilight Application. Оно платное, стоит 3 доллара в Play Маркете. Есть как в Play Маркете на чистом Андроиде, так и в Play Маркете на Android TV. Мы видим сразу же, что у нас LED Strip Connected. Это значит, у нас подключена наша лента. Внизу есть кнопки управления. И есть вверху три режима работы. Кнопки управления по сути это выключить. Обновить подключение USB к ленте. Есть у нас настройки цвета. Если мы сюда зайдем. То есть, вернее, настройки режимов чуть позже к ним. Есть у нас сами по себе настройки. С них, в принципе, начнем. И есть у нас, скажем так, помощь в работе. Начнем с настроек. Для того, чтобы осуществить правильную настройку, я советую для начала включить Single Color Mode. Это у нас одиночный цвет. Ну, в данном случае это настроено. Но как раз будет вам все понятно. При заходе в настройки мы видим первый у нас пункт. Это LED по горизонтали. Вы должны четко посчитать, какое количество LED лампочек вы разместили по горизонтали и по вертикали. Оно должно быть одинаково. Мы считали у нас 76. И вертикально у нас получилось по факту 37. После некоторых корректировок и переклеек у нас получилось 37. Если мы начнем менять, то мы увидим в правом нижнем углу. У нас меняется черная, скажем так, появляется черная зона. Отключаются LED, которые не используются. Также эта опция у нас фактически отрубает те LED, которые у нас лежат неиспользованные. Вот если я, видите, ставлю их больше, у нас загораются дополнительные LED, которые не используются. Теперь LED, ну, то же самое у нас по вертикали делается. LED Bottom Gap. Это темно-мертвая зона. Именно под ножку. Видите, у нас появляются снизу красненькие точечки. Под ножку, если у вас ножка, вы обошли ножку, то вы можете задать темную зону, где не будут отображаться светодиоды. LED Strip Direction. Это у нас направление светодиодов. Если мы посмотрим в правый нижний угол, то там первый светодиод. Если мы поменяем, то он начинается. Ну, то есть, все зависит от того, как вы эти светодиоды разместили. То есть, мы размещали снизу вверх, с правого угла. И вот у нас оно идет, указано стрелкой, откуда начинается первый светодиод. И смещение первого светодиода, по сути, это указывает, где у вас начинается первый светодиод. Вы, в принципе, там можете вообще первый светодиод разместить вот на ножке, да. И спрятать, грубо говоря, ваши провода за ножкой. И сам по себе контроллер к ножке прицепить. Тут, как бы, кому как удобнее. Я буду телевизор переносить, поэтому я его именно прилепил с правой стороны. Потому что у меня там будет закрыто, будет куда разместить этот контроллер. Далее. Display Settings. 30 FPS, либо 45, либо 60 FPS. Это вы задаете, именно сколько у вас FPS сейчас есть на экране. У меня 30 стоит. Display Frame Delay. Это задержка от вывода. То есть, если у нас воспроизводится цвет с задержкой, вы можете ставить, допустим, 1 фрейм, 2 фрейма, 3 фрейма. Ну, я ставлю без задержки, то есть в режиме реального времени. Также у нас есть вот Device Settings. Скорость оставляем по умолчанию. У нас здесь есть тип ленты. RGB, либо GBR, либо GRB, либо BGR. Ну, мы оставим RGB. Ну, тут различные варианты. Плюс у нас есть опция стартовать при загрузке. И Screen of Action. Это когда выключается, что делать. Я ставлю Stop All. А вот эта вот опция необходима для активного Ambilight. Это зона захвата экрана. То есть, вы здесь ставите, скажем так, отступ. С какой части экрана захватывает свет. То есть, мы, ну, я советую 3 на 2. И плюс Capture Quality. Это качество захвата. Я ставлю обычно Low или Normal. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы отображать хорошо мелкие детали. Лента у нас настроена. Для начала, вот, если мы включим с вами Color Effect, то мы увидим с вами эффекты. Это такой вот режим. Действительно, очень все красиво выглядит. Очень все хорошо. Но мы не будем им злоупотреблять. Есть Screen Capture Mode. Screen Capture Mode позволяет нам в режиме настройки внизу на этой штуке, на палитре, настроить тонкое расположение цветов. Вот, например, да, мы переключаем. И наш Ambilight, в принципе, это правильно настроенный Ambilight, соответствует тем цветам, которые выводятся у нас на экран. То есть, мы можем, вот, смотрите, там, поменять чуть-чуть цвета и посмотреть, как они меняются вместе с изменением самого паттерна. Это, в принципе, активный Ambilight. Очень все красиво выглядит. Также в данном меню вы можете осуществить тонкие настройки для режима «Одиночный цвет». Вы можете указать, ну, допустим, давайте уже разбираться четко. Выбираем Single Color Mode. Опускаемся на палитру. Этот эффект очень нужен, когда вы просматриваете фильм. Динамика, откровенно говорю, вам надоест очень-очень быстро. Это я уверен. Вот мы можем задать яркость. И яркость у нас действительно есть. Огромная яркость этого всего дела. Это, знаете, аж захлестывает. Обычно это две третьих от... Или даже одна четвертая. И также вы можете здесь задать цвет. Плюс можете произвести базовую коррекцию цвета. Вот, например, у нас зеленый. Мы можем сейчас зеленый с вами откорректировать. Видите, он меняет свою гамму. Вы можете, допустим, понимая, какой у вас цвет стоит, вы можете менять гамму вашей ленты. Все зависит от той ленты, которая у вас стоит. Также здесь для Color Effect Mode можно задать различные эффекты. Ну, вы можете, например, там поставить себе, да, там, и наслаждаться этим. То есть вы можете здесь задать какие-то рандомные цвета. Можете такую хренюшку задать. Ну, не знаю, кому-то может нравиться, кому-то нет. Можете быстрые цвета, можете радужные. На этом, в принципе, наша настройка его закончилась. Я сейчас включу Screen Capture Mode. И мы с вами пойдем немножечко посмотрим, что же он может. А потом уже будем разговаривать о тех проблемах, которые возникают при использовании Ambilight на каких-либо приставках, разных приставках. Сразу скажу, что такие сервисы, как Netflix, Megogo, Ivy, вы можете забыть о просмотре там фильмов с Ambilight, потому что они используют DRM-защиту, а DRM невозможно считать с экрана, потому что программа Ambilight, она работает по принципу захвата цвета с экрана. Это не срабатывает. YouTube. YouTube работает, например, на MTK. Это все хорошо работает. Также YouTube работает на ROG-чипах, на Allwinner, но не работает на IM-лоджиках. Давайте вот выберем один из наших роликов и посмотрим, как у нас в YouTube будет отображаться наш Ambilight. Это наш ролик, мы его снимали. И можем посмотреть в динамике. Ну, давайте потише сделаем немножко. Здесь нет таких динамичных цветов, но мы видим, что он отображает. Сейчас мы включим динамичный ролик. Сейчас он отображает, в принципе, какие-то нейтральные цвета, то, что соответствует, допустим, там небу, травке. Но, как только мы включим с вами какой-нибудь ролик с очень динамичным цветом, например, тестовые ролики LG, то вы сразу увидите совсем другую картинку. Ну, наблюдаем. Вот здесь вот Ambilight, конечно, показывает себя в полной красоте, если так можно его назвать. Именно полноценный. Мы видим, переливаются лампочки сзади, они как продолжаются. И это очень красиво. Но, опять же, повторюсь, YouTube работает на некоторых TV-боксах. На IM-лоджиках он не работает, к слову, совсем. На IM-лоджиках он хорошо работает в играх, но это мы рассмотрим дальше. Это действительно красиво. Это действительно хорошо работает. Ну, мы можем звук еще пригасить, чтобы он нам не мешал. То есть, вот это вот и создает именно тот эффект присутствия, который дает Ambilight. И вот очень быстро надоедает вообще вот эта вот переливистость. Почему? Потому что в конечном итоге вы захотите поставить один цвет. Это факт. Это факт. Я, в принципе, так и сделал. Сейчас я вам показываю просто это в качестве какого-то демонстрационного режима. Но это работает действительно круто. Хорошо. С YouTube понятно. Мы можем еще, в принципе, включить какой-нибудь LG ролик. LG ролики люблю. Они без лицензии. Вот, пожалуйста. Вот здесь тоже это, конечно, очень красиво выглядит. То есть, цвета практически соответствуют тому, что происходит на самом экране. При этом они соответствуют по секторам. И это вызывает эффект присутствия. Очень красиво. Невероятно. А вообще, можно еще, конечно, поиграть немножечко в какие-то там, где есть у нас по зонам разбито. Тогда вообще очень классно получается. Вот так вот видите, как красиво проявляется Ambilight. Он работает именно с яркостью. Все круто. Все действительно круто. Но у этой крутизны есть обратная сторона. То есть, вот сейчас это красиво. Сейчас это красиво, но это только демонстрационные ролики. Вы также можете посмотреть, конечно, и фильмы. Можем, в принципе, выходить из YouTube. Мы понимаем, что Ambilight у нас работает в YouTube на Амазоне. Давайте посмотрим, например, через торрент какой-нибудь фильм. Выберем Vimu Media Player. Вот мы видим уже с вами реакцию Ambilight. Пролетают у нас какие-то там стрелы. Вот, видите, у нас появляются вот эти вот бегущие огни. Это красиво. Это красиво. Действительно, фильмы так, смотрите, интереснее. Особенно, если они динамичные фильмы, то с Ambilight это будет вообще незабываемо. Даже если вас смущают вот эти полосы, то все мы помним, что в настройках мы можем выставить зону захвата куда-то пониже. И, в принципе, он будет захватывать именно с этого экрана. Либо растянуть наш фильм так, как нам это нужно. Но, видите, внизу у нас там проявляется от кнопки пуск, от кнопки play-pause. Хорошо. Что касаемо платформы МТК, мы поняли. Но с какими же проблемами вы можете столкнуться при просмотре на Amlogic. Это очень сейчас большие масс-процессоры. Давайте перейдем и включим Amlogic. Вообще, первое, с чем вы сталкиваетесь, при каждом запуске вам необходимо предоставлять приложению Android Ambilight Application доступ к устройству USB сериал. Это обязательно. Только в таком случае он будет правильно работать. Как мы видим, вверху отображаются иконки. Все красиво вроде бы. Но в Amlogic построена таким образом работа с видео. Здесь за графику отвечает конкретно не GPU и не процессор, а VPU. Так называемый видеопроцессор юнит. Если мы, допустим, запустим с вами YouTube, то мы с вами не получим ничего. Давайте запустим, например, какое-нибудь мое видео. Мы с вами получим черный экран. Пожалуйста. Потому что аппаратно включается... Ну, сейчас погаснет вот эта полоска. Потому что аппаратно он выводится на оверлейе, который создается. Это виртуальный оверлей. Вот мы включим какое-нибудь разрешение другое, без разницы. Которое создается... Вернее, создается этот аппаратный оверлей и в нем воспроизводится видео. Так вот, с аппаратного оверлея невозможно считать изображение. Именно поэтому, в принципе, и выбирают сейчас и Chromecast, и различные платформы. Переходят на NimeLogic, потому что он более защищен в плане захвата экрана и в плане возможности копирования контента. То же самое, если вы захотите посмотреть фильм с торрентов. То здесь вас ждет тоже большое разочарование. Ну, давайте запустим любой фильм. Например, Авангард. Арктические волки. Мы видим, что на текущий момент у нас Ambilight работает, но как только мы выберем какой-нибудь плеер, любой. Давайте, Vimo Media Player. Мы видели, что на MTK платформе у нас Vimo работал. Ну, на текущий момент у нас сейчас работает процессорная часть от Vimo. Все, и у нас ничего не работает. Вот так вот устроена NimeLogic, поэтому с NimeLogic у нас тут проблемы. И есть вариант, конечно же, решения этой проблемы. Например, отключить VPU и заставить его декодировать через софт. Ну, то же самое вы можете сделать в MX Player. У меня вот установлен MX Player Pro. Например, мы можем попробовать с вами проиграть какой-нибудь тестовый ролик. Ну, давайте, любой там тестовый ролик аппаратно. Мы с вами увидим, что у нас сейчас ничего... Вот, кстати, видели, как мышка пробегает. Так, если мы включим с вами софтовый кодек, то через SV Decoder у нас будет работать правильно Ambilight. Но SV Decoder в MX Player Pro не вытянет тяжелые фильмы. 1080p, да, 4K фильмы вы в этом плане смотреть не сможете. Вот в чем у нас вся фишка этого всего дела. Да, сейчас Ambilight работает. Да, это круто. Но это софтовый кодек. Вот в чем вопрос. И софт-кодек поддерживается настолько... Ну, вот видите, опять же, у нас hardware включился. Давайте включим софтовый кодек. Вот у нас работает Ambilight. Вот мы видим, сейчас начнут дома ворочаться. Все это красиво. Ambilight срабатывает. Все классно. И все, он отключился. А нет, у нас там черные эти... Нет, он все правильно работает. Все хорошо. Все отлично. Но, опять же, все в софте. Как только мы с вами попробуем просмотреть в софте какой-нибудь фильм... Вот у меня закачанный на Torrent 4 фильма. Давайте, ну, Gaming Man включим. Мы с вами получим неработающий, скажем так, опять Ambilight. Если включим SV-декодер, то мы получим вообще ужасные тормоза. Потому что в софт-варианте Ambilight, ну, вернее, 4K 60 FPS боксы обработать практически не могут. То есть вы видите, что это у нас слайд-шоу, хотя Ambilight при этом работает. Для чего же на Mlogic, например, на мощных, может быть интересен Ambilight? А вот здесь, конечно, совсем другое дело. Играть с Ambilight это сплошное удовольствие. И тут эффект присутствия играет свою роль. Очень эффектно. То есть, смотрите, наблюдайте за огнями Ambilight. Вот это, кстати, очень круто. Очень приятно играть. У вас не устают глаза. При этом вы погружаетесь в игровой процесс практически в любые игры. Особенно это очень классно играется на NVIDIA Shield. Вот серьезно вам говорю. Там игры поинтереснее идут. Особенно если играть в GeForce Now, то это вы. Ну, кстати, на NVIDIA Shield и IPTV идет нормально с Ambilight. И фильмы в том числе. Все, кроме стандартного YouTube, там идет. То есть, стандартный YouTube там тоже не идет. Хотя, бывали случаи, что работает. То есть, видели, достаточно красивенько это все отрабатывает. Но игры это не то, не только. Допустим, если вариант запустить какое-либо приложение. Например, Камин. Камин выглядит вообще супер. Особенно, когда языки пламени здесь захватывают у нас. Вернее, вываливаются в верхнюю часть экрана. То это выглядит действительно классно. Слушайте, ну, все меняется. Все хорошо. На Android мы поняли, как это работает. Насколько это полезно. Но вот с компом это работает действительно классно. Давайте перейдем на компьютер и посмотрим, что из этого получится. На компе это выглядит немножко по-другому. Но Ambilight абсолютно рабочий. Давайте разберемся немножечко с настроечками. Для того, чтобы настроить, используется приложение AmbiBox. Ссылочка на AmbiBox в описании под видео. Для того, чтобы подключить, нам также понадобится драйвер. Драйвер CH340 для китайских Ардуино. То есть, это фактически для Ambilight. Драйвер устанавливается просто. Что нам необходимо сделать в самом приложении? Идем в интеллектуальную подсветку монитора. Ну, сейчас мы выключим с вами эту подсветку. Внизу нам обязательно необходимо выбрать Adalight. Выбрать COM. COM-порт. COM-порт вы всегда можете узнать, допустим, зайдя в диспетчер устройств. В порты COM и LPT увидеть USB сериал CH340 COM 3. Выставляем COM 3. И далее, следующий. Мы ставим захват экрана. Ставим GTI FS Aero. Я это рассказываю для Windows 10. Задержка вывода на LED. Это то же самое, как и на Android устройствах. В принципе, задержка вывода после появления какого-то цвета. Максимальный FPS у меня стоит 60. Хотя у меня 120 Гц экран. Плюс у нас здесь необходимо выставить количество зон. Это фактически количество светодиодов. У меня стоит 226. И нам необходимо отконфигурировать зоны захвата. Как мы видим, у меня сейчас здесь стоит 226 зон захвата. Вам достаточно, например, выберем единый цвет зон. Вам достаточно нажать на мастер настройки зон. И здесь вы выставляете то же самое, что выставляли фактически то, что мы показывали в Android зоне. То есть, 76 у нас по горизонтали. Ну, здесь он 39 считает по вертикали. Хотя у нас 36. Ну, мы сейчас еще с вами. Есть у нас смещение первой зоны. И есть у нас направление зон. То есть, вы можете выбрать направление, какое было у нас. В частности, у нас вот так вот будет правильно. И первый диод. Вот у нас есть. Видите, он у нас с правой стороны сейчас стоит первый. Но он у нас начинается в этой части. Поэтому вы через смещение, через смещение первой зоны, просто-напросто его доводите в правильном направлении. Вот оно. Единичка у нас. Все стоит теперь правильно. После того, как вы нажали на применить, вы можете включить вашу подсветку. И, в принципе, подсветка у вас зажжется. В дополнительной настройке зон вы можете сделать цветокоррекцию. Что, в принципе, уже такая тонкая настройка. Есть чувствительность, динамика, сглаживание, оттенок и насыщенность. Есть у нас автоматические профили можно создать. И в дополнительных настройках можно включить веб-управление. То есть, издалека. И включить API-сервер. Давайте же попробуем, как работает MB-Light. Вот это интересно. Мы с вами будем использовать все те же самые тестовые ролики LG. Благо, Windows работает это практически везде. Давайте тот же самый ролик. Развернем на весь экран. И видим те же самые эффекты MB-Light. Даже еще поинтереснее, чем на Android-платформе. Все у нас отображается правильно. Мы правильно настроили. Главное, не бойтесь экспериментировать. Все это дело делается очень просто. Но это достаточно эффектно. Также на той же самой в Инде вы можете не только, допустим, смотреть такие ролики. Вы также можете просматривать фильмы с жесткого диска. Давайте развернем сейчас экран. Вот у нас тестовый ролик LG Dolby Vision. И MB-Light тоже работает. То есть, в Инде это действительно проще работает. Вот у нас классно перекатываются все блики, все эти лампочки. Это очень-очень круто. Действительно красиво. Вот это классно. Вот это вот отличный MB-Light. Слушайте, ну давайте еще знаете, что хочу попробовать? Работает ли Netflix на компе? Вот если на компе будет еще работать Netflix, то, что он работает в играх, это факт. Слушайте, Netflix на компе это работает с MB-Light. Вот это да. Хотя нет. Сейчас попробуем на весь экран. Нет, MB-Light в Netflix даже на внешний монитор не выводится. Он у меня на экране играется, на внешний монитор не выводится, для того, чтобы его нельзя было захватить. Вот такая вот лажа, ребята. Вот такая вот лажа. То есть, MB-Light у нас не работает с Netflix. Давайте еще игру какую-нибудь запустим, попробуем. И в принципе будем уже выходить, резюмировать данное видео. И определяться, насколько это нам интересно и нужно. Ну, то, что MB-Light работает, это факт. Подсветочка наша. Это действительно факт. Сейчас попробуем с вами, знаете что? Мы с вами сейчас поводим картой. Смотрите, мы возьмем и поводим по уголкам. Мы видим, что у нас MB-Light срабатывает на карту. Видите, как она у нас переливается. Красивенько. Очень даже красиво. Все срабатывает. Все отлично. Слушайте, ну, круто. Мы можем, в принципе, выйти из игры. Я вам хочу показать еще парочку тонких настроек этого MB-Box. У нас, кроме захвата экрана, есть статический фон. Это когда мы можем задать просто-напросто с вами цвет фона. В принципе, то же самое, что на Android. То есть, здесь это тоже делается очень просто, реализуется. Также мы с вами можем задать динамический фон, где мы можем изменять цвет. То есть, у нас, по сути, будет меняться цвет. Есть у нас цветомузыка, где мы можем выбрать аудиодевайс. Давайте попробуем что-нибудь воспроизвести. И пошло. У нас сейчас проигрывается музычка. Я включил. И оно работает как цветомузыка. Это, кстати, такого в Android нет. И есть у нас еще дополнительные плагины, которые мы, в принципе, создаем сами. Можем создавать сами. Ребят, выходим. Выходим. Резюмируем достаточно интересная опция для компа, в принципе, тоже. Ну и в качестве резюме хочу вам сказать, что Ambilight на телевизорах, который не является нативным, я считаю, что настоящий Ambilight существует только на телевизорах Philips. А этот Ambilight, который предлагают китайцы, это, откровенно говоря, просто-напросто игрушки. Да, для компа, для стриминга, для чего-то еще это подходит. Но не более. Ребят, не более. Это просто игрушка. Я с ней поигрался два дня, забросил, чего я вам желаю. Хотя, если вам интересно, не так уж и дорого стоит. Покупаем, пробуем. Ну, а с вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.